Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим яркую партию в исполнении 6-го чемпиона мира Михаила Ботвинника сыгранную против Пауля Керриса в 1948 году В этой партии Ботвинник играл белыми и сделал первый ход d2-d4 Черный отвечает ходом коня в 6, после начальных ходов на доске получается защита Немцовича Таким образом Керрис связывает вражеского коня, оказывая косвенное давление на центральное поле e4, не позволяя белым захватить центр Ботвинник поэтому играет скромно e3, открывая дорогу для развития белопольного слона Черные спрятали короля в безопасное место, белый применяет систему земиша заставляя определиться чернопольного слона противника Итак, здесь черный меняется на поле c3 С одной стороны портят белым пешечную структуру Пешки полениться являются сдвоенными и в какой-то степени слабыми Но в качестве компенсации белый получает обладание в центре, а также преимущество двух слонов Дальше был сделан ход ладья e8 Белый развивает фигуру через поле g3 Именно эту систему любил играть Ботвинник не только против защиты Немцовича, но и ферзевом гамбите В дальнейшем белый намечает движение пешек в центре f3 e4 с последующей атакой на королевском фланге Черный отвечает контрударом в центре e5 Белый переводит коня на g3, открывая дорогу слону Был сделан ход d6 Керес также открывает дорогу для развития белопольного слона И после хода слон e2 играет конь d7 Арон Немцович в подобных структурах рекомендовал следующий план Сыграть b6, коня через c6 перевести на a5 Слона поставить на a6 И нажимать на слабую пешку c4 Может быть даже заблокировать эту пешку ходом c5 Ввиду этого обстоятельства заслуживало внимание прежде всего продолжение b6 Ход конь d7 имеет какой-то иной смысл Так, после рокировки белых в короткую сторону Черный играет c5 Да, у белых преимущество двух слонов Поэтому черный пытается бетонировать центр доски Белый здесь сыграли f3 Потихоньку продвигают свои пешки в центре И здесь Керес принимает концептуально неправильное решение Он меняется на поле d4, придавая игре открытый характер Необходимо было и в этой ситуации сыграть b6 Поддерживая напряжение в центре Ясно, что белым невыгодно играть d5 Поскольку позиция цементируется Но и меняться на e5 также нехорошо Пешки фиксируются И кони могут оказаться в подобной ситуации сильнее слонов Особенно белопольного Но вот размен на поле d4 Белый забирает пешкой Следует продолжение конь b6 Белый решает проблему с развитием чернопольного слона И угрожает взятие на поле e5 с последующим разменом на d8 И выигрышем пешки e5 Приходится что-то с этим делать Черный меняется на поле d4 И ботвинник находит сильное позиционное решение Он не меняется сразу на d4 А играет e4 Захватывая пространство И оставляя открытой диагональ Для своего чернопольного слона Пешка на поле d4 От него никуда не денется Тем временем Керес организует нажим на пешку c4 Белый защищает атакованную пешку Черный играет ладья e7 Судя по всему С идеей сдвоится по открытой линии c Для давления на изолированную пешку c4 Белый тем временем Отыгрывает пешку на d4 И черный играет ферзь c7 Непоследовательный ход Все-таки стоило сыграть ладья c7 Ну и скажем после ладья d1 Ясно, что в белых преимущество За счет пространства И наличие двух слонов в открытой позиции Ход ферзь c7 Кроме того, что непоследовательный Еще имеет тот недостаток Что соответственно Керес добровольно ставит своего ферзя Под действие рентгена вражеской ладьи И ботвинник сразу пользуется этим обстоятельством И вскрывает линию c Нападает на коня Нападает на пункт d6 Черный меняется на c5 Белый захватывает открытую линию С темпом Черный уводит атакованного ферзя На поле f4 И Михаил переводит своего слона На диагональ c1 a6 Нападая опять-таки на вражеского ферзя Ферзь вынужден отступать И теперь белый Перебрасывает ладью на королевский фланг Угрожает взятие на поле f6 Используя связку по линии g Поэтому керес защищается ходом Конь d7 Укрепляя коня Учитывая то, что случилось в дальнейшем В партии Необходимо было пойти коней 8 Ход, конечно, выглядит некрасиво Но черный пока что держится Хотя у белых мощнейшая атака На королевском фланге Ну а после хода в партии Конь d7 Михаил Ботвинник проводит комбинацию Жертвы ладью на поле g7 Здесь если черный уклоняется от принятия жертв То белый могут просто отступить ладью назад Затем поставить слона на поле b2 Ну и такая позиция за черных не держится Поэтому керес, скрепя сердцем Забирает все-таки на поле g7 Белый, используя связку по диагонали Нападает еще раз на короля И вне зависимости от того, куда этот король отступит Белый здесь побеждает Скажем, на отступление короля на поле h8 Белый дважды забирает на поле f6 И затем не принимает ладью на e7 А играет слон b2 Защиты от мата нет Здесь в пору сдаться Если король уходит на f8 Тогда все равно после массовых перебоев на f6 Черные не могут защититься от мата То есть угрожает мат с поля h8 А также продолжение слон h6 Ну и наконец-то, если король уходит на g8 В принципе, то же самое получается Белый могут пробить на поле f6 Затем забрать ферзем У черных под боем ладья на e7 Пока они будут ее спасать Белый могут сыграть слон h6 И защиты от мата на поле g7 У черных не будет В партии был сделан ход король g6 Но после тихого хода Михаила Ботвинника А именно хода ферзь e3 Черным не оставалось ничего иного Кроме как сдаться Поскольку защиты от мата здесь также нет Угрожает мат с поля h6 Если черный забирает на h5 Тогда будет ферзь g5 И это мат Таким образом, Михаил Ботвинник В 23 хода растращил Своего грозного противника Пауля Керриса И если вам понравилась эта партия Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Пишите комментарии И до скорых встреч